Песня, которая в эпоху войны завоевала сердца многих бойцов и стала своеобразным символом сражения под Сталинградом. Случайный вальс, именно ее вспоминают ветераны в этот день. В честь победы активисты Общероссийского народного фронта в геронтологическом центре Самары провели акцию «Память в танце». Подробнее о композиции, ставшей легендой, расскажем в следующем сюжете. Дмитрий Афанасьевич Северин родился в годы войны в Самаре. О той страшной поре он помнит немного, так как был совсем ребенком. Но сражение затронули родных и любимых. То, что отложилось в памяти о брате, он рассказывает со слезами на глазах. Взяли его на войну в Бенчужский район. Здесь институт сельскохозяйства, чуть не кончил агронома, война. Его взяли зрячего, Василек его звали. С войны привезла его в 1942 году. Мне сестра сопровождала. Я был зрячий, только слепой. Слепой неправильный, не срячий. Выучился на обивные буквы. Работал всю жизнь. Даже сквозь разрывы снарядов и свист пуль слышалось доброе и светлое. То, что помогало жить. Случайный вальс, который стал песней души для фронтовых бойцов, символом битвы под Сталинградом. Спустя 75 лет мелодия звучит в геронтологическом центре Самары. Здесь активисты Общероссийского народного фронта провели акцию «Память в танце». Сегодняшнее мероприятие, которое проведено здесь именно для того, чтобы лишний раз дать возможность старикам улыбнуться, поправить свое самочувствие. Я уверен, что они сейчас будут друг с другом вспоминать былые времена, рассказывая своим родственникам, которые их навещают здесь. В основе песни реальная история. В 43-м году летчик Василий Васильев в одной из прифронтовых деревушек познакомился с девушкой Зинаидой. Вскоре ушел в очередной бой. О знакомстве рассказал композитору Марку Фраткину. Попросил написать песню о них с Зиной. Он верил, она услышит ее по радио, откликнется. Так и произошло после окончания Сталинградской битвы. Девушка написала письмо в редакцию. Только Василий ответить ей уже не мог. Погиб смертью героя. Мы хотели показать, что даже во время войны, даже когда происходит круговая гибель, всегда находится место для радости, для доброты, для любви. То есть это сильнее зла. История возникновения случайного вальса, она уже, можно сказать, легенда. Это легенда, которая продолжает звучать в стихах, танцах, в вальсе. Акции в честь военных подвигов стали традицией для команды ОНФ. Каждый год ни одну знаковую дату не обходят стороной. Парад Победы 9 мая. День памяти и скорби 22 июня. Чтобы спустя десятки лет сохранить все то, к чему стремились наши деды. Алена Власова, Владимир Маркин, Тимур Набиев. Новости губернии.